Интересная история разворачивается в Перми. Там директор школы уволилась после отказа провести разговоры о важном в своей школе. Там в начале года пришли авторы или, в общем, какие-то подписчики местного телеграм-канала, который поддерживает ЧВК Вагнер. Они хотели провести патриотические, внеклассные часы. Но им администрация школы отказала. Директор пояснила, что подобные мероприятия можно устраивать только с разрешения местной администрации. А закон об образовании вообще запрещает в школе политическую агитацию. После этого телеграм-канала обвинил школу в отсутствии патриотизма. Эти подписчики пришли в школу вместе с сотрудниками департамента образования. Поговорили с завучем. И она, по их мнению, была пропитана ненавистью к патриотизму. И к курсу нашего государства. Курсу? Да, да, да. И по информации местных СМИ, власти встали на сторону сторонников этого телеграм-канала. Из школы уволилась директор, замдиректора, учителя информатики, немецкого языка. А сотни родителей готовят обращение в прокуратуру. Ученики и родители наклеили на ворота школы листовки с просьбой педагогов остаться в школе. Слушайте, но власти сегодня есть такой новый тренд, новый вызов даже, я бы сказал, которому они сами не готовы. Есть сложившийся такой, знаете, устоявшийся такой подход, что, ну да, есть там единороссы, есть там какие-то официальные чиновники. И вот система образования, несмотря на то, что типа политика вне школы, там, и это запрещено, и это табу, их все равно пускают, там, молодогвардейчики рассказывают, какие хорошие чиновники, как нужно их там поддержать, присоединяться. Кривистов, да, пытаются в свои ряды записать. Сейчас совершенно иная тема. Это уже не какие-то официальные правительственные, там, чиновничьи структуры, да. Это вот эти общественные патриотические движения, да, движения, которые вот на волне вот этого патриотического подъема мы должны с вами признать, что этот подъем до сих пор сохраняется. Я понимаю, что с каждым днем он все меньше и меньше, потому что у людей есть усталость, у людей есть, ну, просто кому-то надоело одно и то же, кто-то там пытается переключиться на какие-то более позитивные вещи, да. И если мы возьмем с вами ситуацию, там, 22-го года, конечно, она сильно, сильно хуже для системы, для власти, но все равно пока этот патриотический подъем, он очень высокий. Власть смогла настолько высоко задрать планку, что отвлекла людей от итогов своей реальной деятельности, реальной политики. И чем дальше, конечно, да, тем этот процесс будет для них еще более болезненный. Но, тем не менее, вот эти общественные организации вступают в конфликт с этой же системой, потому что все эти учебные учреждения, да, все эти, значит, педагоги, которые, ну, да, нереально, да, говорят, подождите, вы кто такие, вы на основании чего от нас что-то требуете? Мы там, они за себя переживают, они всех выпустили туда, да, я в этом не сомневаюсь, но они переживают, что им прилетит по голове, да, и по голове все равно прилетает, но не с той стороны, которую они ожидают. Да, как я понял, у них просто телеграм-канал, да, их свой, они там что-то пишут. Да, да, просто левые люди приперлись в школу, говорят, а давайте вам здесь расскажем, значит, за это самое. Да, а как руководство учреждений должно реагировать? Ну, конечно, они говорят, да нет, ну, кто же вы что, мы вам отказываем, да? Да, да, и они идут, жалуются, и в результате, значит, увольнения, там, репрессии, давления на педагогов. Видите, вот в рамках системы в целом, это же информация в наш 21-й цифровой век, она широко распространяется, особенно в рядах профессионального сообщества, да? Люди, которые работают в школах, они это услышат, они вот как должны реагировать? Они будут пускать туда всех подряд, да? Система-то еще менее управляемая будет, потому что люди будут, там, условно говоря, неподготовлены, или там с разными мнениями, акцентами, они будут в разную сторону эту информационную линию вести. И, конечно, я не представляю, да, как эта система найдет выход из всей этой непростой ситуации, просто потому что они сами до конца, как мне кажется, не понимают, что им нужно делать, да? Они не пустили, вот вам по башке, пустили, вот вам по башке, потому что там говорили такого, что не согласованы ни с верхами, ни с кем-то другим. И вот эта тема активизации части населения под вот этими патриотическими знаменами, она для системы аукнется очень болезненно, очень болезненно. Почему? Потому что на каком-то этапе, да, люди отвлечены вопросами, там, есть США, замерзающей Европы, Украины, но социальные проблемы внутри, они никуда не делись. И да, на каком-то там небольшом временном отрезке их можно, их сознанием можно манипулировать, отвлекать их там, в другую сторону их направлять. Но социальные проблемы они все равно возьмут вверх, да, потому что они не решаются, а проблемы, которые не решаются, имеют свойство усугубляться. И как дальше они будут себя вести, я, честно говоря, даже ума не приложу. Я считаю, что это будет для них катастрофа. Продолжение следует...